здорово танкисты всем привет с вами серёга с вами эндомит и сегодня у нас на обзоре средний китайский танк 5 левела type t34 проходная прокачиваемая ветка по сути это обычная т-34 которая попала в руки китайцам они немного модернизировали но по сути т-34 и оставили придумали название вот и по сути вся модернизация но есть небольшие отличие ну давайте разбираться хороший ли это танк плохой ли это танк как на нем играть в конце концов ну и предлагаю пойти посмотреть бронирование погнали и так вот наш т-34 китайская type t34 давайте глядеть у нас хорошие углы склонения брони корпуса нлд и влд нлд 91 и как для средних танков 5 левела это кстати очень крепкая нлд такой антиэстер влд 71 вот 7 и 6 верху 77 пулеметное гнездо 45 вот и как конечно для влд у нас нлд крепче чем влд дать правильного можно поставим ну да сильно ничего не меняет влд слабоватая слабоватая откровенно говоря кругляк под башней 52 основные щеки 52 здесь 58 борта башни конечно под хорошим рикошетным углом там аж целых сто восемьдесят шесть но зачем-то стрелять к можно сюда стрелять сюда сюда маска орудия 140 с краю уже 52 56 56 вверху закругление вот эти да жесть ну ланчо тут даже смотреть внизу сто девятнадцать люк у нас 52 и он просто мега огромный боковое бронирование на 45 47 фальшборд может ли он танковать до танковать он реально может кстати говоря и через каток не бьется но немного будет подставлять щеку щеку влд и суда он уже будет пробиваться а так то в целом да короче для танкования от борта броня у него есть крепкая нлд как ни странно да какие то есть небольшие крепкие места в маске орудия в целом остальном все это полный картон с броней разобрались в маске орудия от борта все остальное кусок дерьма ну и наладо еще хорошие ну там хороший угол наклона броны дайте смотреть что у нас по пушкам стоковой 4 левела а с бронепробитием 8 и 6 102 вы на этой пушке конечно очень сильно замучаетесь топовые башни у нас чем отличается до обзору побольше дает и скорость поворота выше нас интересует вот это орудие с бронепробитием 112 89 на голде альфа 85 заряжается невероятные две целых три десятых секунды точность неплохая 0 34 2 секунды свойств дпм внимание 2 200 2 200 до пушка здесь супер по рации конечно же топовый на откачать почти два раза больше дальней связи по двигателю 500 лошадей на топом 480 не так уж много но чуть-чуть прибавит вот по ходовой 42 градуса в секунду здесь 40 тоже чуть-чуть прибавит качаетесь качать не ленитесь вот по оборудованию дефолтный комплект и прям реально заходит мне понравилось досал просветленку турбину ничего тут другого даже ставить не на вот по снарядам основной у нас ббх летит почти косарь голда у нас летит 1238 нереально комфортное орудие нереальная комфортная скорость полет снаряда идем дальше по снаряжению ремка аптечка огнетушитель желательно автоматический у нас а 4 члена экипажа вот до 4 перки вы сейчас видите перед собой по в н у нас минус 5 и это единственный момент который омрачает наше орудие по хп у нас 590 более-менее мобильность 59 вперед с учетом турбин 22 назад почти 19 лошадей на тонну дельная мощность незаметно 1742 перк незаметности у нас не вкачан вовсе и обзор 360 метров у меня еще 43 штраф то что я не переобучил экипаж ну ничего будут так играть с экономлю на серебре и голде по плюс и минусам машины подвижность норм по броне только по сути от борта по пушке все хорошо точность орудия сведения скорость полета снаряду но нету увы и это надо учитывать при отыгрыше на картах на этой машине вот по обзору принципе 400 метров нормы если бы не штраф у меня до за не переобученный экипаж по незаметности тоже в принципе нормы со вкачать перки вот по сути это т-34 к все ты три четверки славится нормальной сбалансированности этот танк не исключение отличает чего пушечка пушечка прям огонь по дпм так что я думаю надо ехать и реализовывать эту машину посмотрим что она в бою не погнали так попали на малиновку попали к четвертом логулам и пятом да у нас обзор боем средний танк китайский пятого левого type 334 чем его опробуем на гору поедем да поедем на гору у нас кого один у них 314 вк 301 а по идее я должен на гору быстрее забраться без туда конечно еще не приедет всякие бт-7 и прочие какашки что-то чувствую что я на гору один поеду не знаете почему ну это бы ты сейчас у работают на у работали очень интересная игра на этих лвлах посмотрите где наша вся команда играет они все базу задефили все одной большой толпой средние танки пт-шки у нас средних танков много то у них одни пт-сал и вот где они играют а ну них и т-14 тоже с эти идеи играет и даже не знаю кто там чё на горе будет с их стороны пт-шки что ли круто арты кстати нету жуть жуть на этих лвлах чего происходит просто жуть а я тут один давайте пусть подъедем хотя поглядим аккуратно чё тут той подымается у них до подымается 167 она передумала ну и ладушки напугали не захотела а ведь хотела сюда заехать там ее напугали да поедем по свете да поедем по свете а и и и и и и и и и а и и а я чё светился У меня же есть лампа. Это блайнд был. Ладно. Это она мне мстит. И никого. Да, зачем мне то спускаться? Я кому там светить-то буду? Кстати, она до сих пор блайндит. Так, вот это хороший гражданин едет. Талпы, все видим. Это все? Это грозный зверь. С хорошим пробитием. А самой главной точностью. Все. Не стал я с ней особо сильно перестреливаться. Убила бы она меня. 856 мы настреляли. 222 насветили. Счет 4-2. ХП у нас нет. Чтоб что-то делать, агрессировать. Да мне и сильно не хочется, честно говоря. С такой командой ящером. Сейчас блайндом получу и в ангар поеду. Вообще с такой командой ничего не хочется делать. Ну, клянусь. Троглодиты. Это повезло еще настрелять. Ихний товарищ на Т-14 поехал вперед. А так бы вообще сжечь. Ничего к ним настреляли. Давай чину. Я в тебя верю. Я в тебя верю. Так. Ну, не. Поедем с Витланой. Умрем, так умрем. Победа. Бум. Зато смотреть. Короче, все они тут в углу. Вот. Что, поехать засветить да отлететь? Давайте так. Ну, я в ангар еду. Да, безусловно. Ну, ладно. Зато 1034 настреляли. 402 насветили. И победа. Я уверен, что победа. Два раза хп. Сейчас там стюг настрелять. Дайте досмотрим. Шикарный бой. Просто необыкновенный. Вот. Мардер-то сейчас грязи будет делать. Вот. Нет. До конца он не наделал грязи. Но стюг все равно сейчас поедет в ангар. Скорее всего. А может нет. М10РБФМа у них около базульки. Даже не отъезжали. Вот. Зря ты так сделал. Поехал вперед. Прям точно. Да. Хотел пострелять. А ведь мог раньше пострелять. Чаще проиграют. Чертоганы эти. Все. Засветился. Сейчас чину едет в ангар. Конечно. М10РБФМ. Имба. Не. Ну а как. А. Они вон. Они оба там. Не. Они. Она уработает чину. Ага. Не попал в броню. Прикинь. Аха. Рикошет. Ну ты даешь. Друг. Повезло. Это везение. Ну че ты испугался-то? Она за домом. Ладно. Короче. Че можно за этот танк сказать? Тайп Т-34. Неплохой обзор. Подвижность. Ну среднего танка. Да обычная ТТ-34 только китайская. Господи. Прям что-то сказать там. Супер агрегат. Язык не поворачивается. Обычный Т-34. Вот. Все. Нормально сбалансированный. Не является ни имбой, ни плохим танком. Вообще все Т-34 в их разном модификации. Они достаточно хорошие машины. И этот является таким же. Вот. Поэтому на мой взгляд он стоит у нас в ветке на пятом левеле. Прошли ветку, прошли танк и забыли. Играть на нем надо прям. Прям вот как на среднем-среднем танке. Прям вот. Да. Но надо играть. Не как сейчас видели. Наша команда играет. Давайте результаты боя посмотрим. Позорные наши. Чем мы там вообще. Ну вот. Третье место по урону заняли. Да. Там вся команда на Дэйфе стояла. У них тоже еще топ игроки. Такой себе, короче. Ну вот. Обычная Т-34. Оборудование дефолт прям ее. Вот. Турбина. Просветленка досула. Так что, ребята, пишите свои комментарии. Как вам Type-T-34, да? Вот. Ставьте лайкосы. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну, а мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вод. И обязательно прожимай колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok